Всем привет! Сегодня у нас рубрика антипокупки, разочарования, верните мои деньги, называйте это как хотите. Я буду показывать ту косметику, которая лично мне не подошла, не понравилась, я никогда и ни за что не купила бы ее повторно и, конечно же, не советую вам. Давайте начнем. Начну с самого ужасного, с того, что я буду хейтить еще не раз. Я вот сама на себя злюсь, где была моя светлая голова, когда я заказывала ЭТГ и когда я начала наносить его на свое лицо. Я вот смотрю на эту вещь и вспоминаю то, что она сделала несколько дней тому назад с моим лицом и как моя кожа выглядит сейчас. И я готова просто, не знаю, или кастрировать, или казнить человека, который придумал вот эту штуку. Наверняка вы видели такие эффектные видео в инстаграме особенно, где маску черную, пилатен, наносят на все лицо, потом срывают и на ней якобы видны все вот эти загрязнения, которые чудодейственная маска удаляет с вашего лица. Так вот, рассказываю вам правду. У меня белая маска, она идет с глиной, написано, что она удаляет все вот эти черные точки, загрязнения и акне. Я хочу сказать, что эта маска может сдереть с вашего лица, в принципе, всю кожу и с акне и со всеми загрязнениями. Девочки и мальчики, я настолько злая, что я даже словами нормальными не могу это передать. Если будет пи, то мне придется это вырезать. Когда я начала наносить это чудо в кавычках на свое лицо, я почувствовала запах резины. Еще тогда подумала, что кажется, Оля, тебя ждет самый большой в твоей жизни факап. Я говорю о косметических, да, всяких средствах. И я не ошибалась, но я даже не представляла, насколько большой. Значит, проблемы появились тогда, когда я захотела снять эту маску одним движением. Одним не получилось. Я срывала его со своего лица и буквально молилась, чтобы моя кожа осталась на месте, хотя бы частично. Я ревела. Это при том, что я два раза сама рожала без анестезии и как бы готова это сделать еще несколько раз. То есть я могу пережить какую-то серьезную боль. Это было так больно. Эта маска срывает все. И когда я таки отдерла это нечто, мое лицо горело так, что мне хотелось всю голову засунуть в морозилку, лишь бы хоть как-то утолить эту боль. Это была реально очень сильная боль, сжение. Я смотрела на себя в зеркало и не могла поверить, что я сама себе сделала такое. Мне нечего добавить. Нет, пожалуй, еще скажу, что на следующий день у меня появилось миллион высыпаний, с которыми я до сих пор справляюсь. Если вы меня спросите, зачем я это сделала, то я скажу так. Я точно так же, как вы, смотрю и инстаграм, и ютюб, и мне стало интересно. Но пусть я буду здесь единственной блондинкой, которая повторила за тем, что увидела на экране. Вы, пожалуйста, ни в коем случае не покупайте этот ужас. И я надеюсь, что мне удастся каким-то образом восстановить свою кожу. И я буду много-много раз говорить о том, что не верьте всему тому, что вы видите в интернете. Я, к сожалению, тоже его жертва. Далее у нас более лайтовый кандидат на выход. Это маска от бренда SkinFood. Я покупала ее довольно давно и делала к ней несколько подходов. Это знаменитая маска с рисом. То есть она с такими комочками. И, к сожалению, у меня отпала этикетка. Что это летит с нее? Слава богу, что эта маска не делает ничего. Скажу так. Потому что после предыдущей я согласна даже на это. Эта маска имеет приятный аромат. Такую интересную текстуру. Но на это мне добавить нечего. Если вы пользовались ею, я знаю, что это абсолютный хит бренда. Просто на мне она вообще не работает. Что мазала, что нет. Напишите, как вам она. Возможно, я что-то не рассмотрела. Питательное масло для тела от Kiehl's. Я очень люблю и густое масло для тела из той же линейки. Видите, что я пыталась. Честное слово. Также мне подходят их масла для лица. Но это как мертвому припарка. То есть это масло на моей коже не делает ничего. То есть у него легкая текстура. Оно быстро впитывается. И классно пахнет. Оно как бы впитывается. Но улетучивается. Исчезает. Бесследно пропадает. Но из плюсов на теле остается очень сильная сладкая душка. Которая тоже не всем понравится. И после этого средства, через полчаса у меня снова сухая кожа. Поэтому нет. А вот сейчас подготовьте для меня тапки или помидоры. Тут уж на ваше усмотрение. Потому что я буду говорить о помаде, которую очень многие любят. А на мне она ведет себя отвратительно. Это помада Super Stay Matte Ink от Maybelline. У меня очень красивый оттенок. Номер 20. Я хотела себе купить супер стойкую, какую-то насыщенную, такую яркую помаду. У нее потрясающая пигментация. Она просто наносится так ровненько. Я старалась наносить ее и тончайшим слоем, и средним, и плотным. И каждый раз она как бы схватывается, усаживается и склеивает мои губы. И когда ты разговариваешь, такое впечатление, что у тебя что-то с мимикой. Губы настолько неприятные и по ощущениям, и на вид тоже как-то это странно смотрится. Потому что в конечном итоге как бы помада начинает отрываться кусками. То есть где-то остается проплешина, а где-то более плотный слой. То есть губы склеиваются, открываешь и бац, где-то остается пустое место. И ну как бы с яркой помадой это не прокатывает. Что я делаю не так? Объясните мне, пожалуйста. Я очень хотела подружиться с этой помадой, потому что на нее такие прекрасные отзывы. Неужели я одна на этой планете Земля, которая не может с ней совладать? Я не знаю, для меня это неудачная покупка, и возможно это зависит от цвета. Девочки, поделитесь, пожалуйста, потому что я какой-то антиблогер. Не умею пользоваться косметикой. Дальше вот такой корректирующий стик от марки Smashbox. Он у меня в фиолетовом оттенке. И я должна сказать, что я также пробовала знаменитую базу от марки Becca, которая произвела фурор, которая должна придавать лицу свежий, отдохнувший вид, убирать желтый подтон. Он тоже самое, что этот стик. Еще у меня был праймер от Lancome и в желтом, и в фиолетовом, и в зеленом цвете. И все вот эти фиолетовые бьюти-штуки работают приблизительно так же, как розовые очки. Это лично мое мнение. Я на себе не вижу никакого действия, никакой разницы. Они еще и, блин, не дешевые. Поэтому нет-нет и еще раз нет для всех тех средств, которые я только что назвала в фиолетовом цвете. Когда у меня какой-то там прыщ, да, то понятное дело, что зеленый корректор помогает. И персиковые тоже классно работают под глазами. У меня, может, просто фиолетовый не мой цвет. В любом случае, второй раз я бы их не купила. Мне кажется, что после этого видео могут начаться какие-то глобальные отписки. Но, черт побери, на мне это просто не работает. Стик, который я видела у стольких англоязычных блогеров, что это даже не честно, что этот стик настолько паршиво на мне работает. Вы скажете, Оля, у тебя руки-крюки, но у меня есть подешевле от бренда Kiko, и с ним все замечательно. Это такое средство для контурирования от бренда Elon Musk. Как же мне хотелось с ним поиграться. Он вот такой страшный черный, но когда ты начинаешь наносить его на лицо, не на руку, да, то он приобретает оттенок. Вот такой. Это цвет какашки. Простите, у меня сегодня какое-то странное настроение. Это просто отвратительно. То есть, такое впечатление, что ты мажешь себе на лицо какую-то пасту для обуви, и потом начинаешь это все растирать. Появляется какая-то такая мешанина на лице, и ты просто думаешь, что это? Кто это придумал, и вообще для кого? И зачем я это наношу на свое лицо? Короче говоря, я пробовала с несколькими тональными средствами, и каждый раз получалось одно и то же. Опять же, за такие деньги я не готова заниматься вот этим вот всем. И если хотите попробовать кремовый контуринг, то у Kiko есть замечательное средство. Могу оставить вам ссылку на то, что мне нравится, на какие-то любимые стойкие помады. Сейчас, к примеру, на мне тоже недорогая помада от марки Sephora, которая со мной уже на протяжении нескольких лет. И я действительно считаю их потрясающими. Это мой такой флаговый цвет. Я знаю, что многие покупали его по моей рекомендации, но я не могу советовать то, чем я сама не умею пользоваться. Мне кажется, что сейчас, при таком разнообразии косметических средств, мы не должны учиться пользоваться какой-то косметикой. Она просто должна работать на каждом. Вот и все. Так что нет. Карандаш для глаз, которым макияж вы не сделаете, но сможете выколоть себе глаз. Тоже как бы неплохая функция. Это бренд Estrada оттенок 104. И мне кажется, что как карандаш для бровей классная вещь, но как карандаш для глаз написано интенсивный цвет, четкая линия. Ну, я даже не знаю. Вот честно. Потому что он настолько жесткий, что это просто какое-то садомазо. Вот приблизительно, как в случае с вот этой маской, которую я сдирала с своего лица. Вот эта вещь очень хорошо подойдет именно в категории макияжа для глаз. То есть, причините себе боль, покупая такой карандаш. Возможно, они что-то неправильно написали. Нет, ну карандаш для глаз. Подождите, я же правильно читаю? Правильно. То есть, или нужно поменять название и использовать это средство как карандаш для бровей. Тогда будет все окей. Но для глаз категорически нет. Маска для лица. Не знаю, почему я ее отправила обратно в упаковку. Я ее пользовалась несколько раз. Это бренд Belinda. Я обожаю, уважаю их сыворотки. У них есть неплохие средства. Но некоторые... Вообще, что это? Это арбузная маска. Написано, что она увлажняет с алоэ и с арбузом. У нее приятная отдушка. И все. Хотя нет, отдушка тоже довольно синтетическая. Но консистенция у нее такая гелевая. А внутри как бы косточки клубники, не арбуза. Вот приблизительно такого же размера. И намазываешься, ждешь хоть чего-то. Ну, ждешь 5-10 минут. И это что-то не происходит. Ты смываешь. Еще какой-то такой легкий эффект скрабирования из-за вот этих частичек. Короче, маска абсолютно ни о чем. Фу. Она еще и липнет. На это, ну то есть, целую пачку патчей. Их там было упаковок 10, наверное, где-то так. Я уже не помню. Суть в том, что я просто выбросила мусорку то ли 80, то ли даже 90 евро. Мне хотелось выглядеть такой отдохнувшей. Все говорят, что это какие-то чудодейственные патчи от бренда Shiseido. Они идут с ретинолом, должны хорошо увлажнять. Это эссенции здесь много. И это экспресс смягчающее средство, подтягивающее. Ну, короче говоря, патчи все в одном. Просто вот все, что вы хотите получить под глазами, все это за 90 евро обещают. На самом деле, на мне они не делают ничегошенькие. Вот если сравнить с обычными гидрогелевыми патчами даже от Everline, они даже лучше действуют. Ну, там хоть осветляется что-то, кожа выравнивается, немножко как бы подтягивается. Эти же патчи, ну, как бы ни о чем, честно. Не знаю, может у меня странная кожа, потому что я знаю, что девчонки хвалят, и многие покупают. И даже как бы не жалуются на цену, потому что говорят, что чудесные патчи, которые делают даже больше, чем обещает сам производитель. Но на мне эффекта ровно столько, поэтому я их точно покупать не буду. Ох, сейчас меня возненавидят многие. Это палетка от Анастасии Беверли Хиллз Soft Glam. И, пожалуйста, услышьте то, что я хочу сказать. Тени сами по себе потрясающие. Это мега пигментация, это новый уровень теней. Они очень мягкие, они плавно растушевываются, они бесконечно растягиваются. Но сказать, что это идеальная подборка оттенков для всех и каждого, нет. На самом деле, если вам нравятся такие цвета, особенно если у вас темные волосы, темные глаза, то вы будете в восторге. Я же девушка нют, я люблю такие полупрозрачные макияжи. Мне не нравится, знаете, вот когда явный перебор. А у меня с этими тенями получается именно так. Это всегда полный гламур. Я как будто травести дива. Ну, то есть, редко получается какой-то нежный макияж, который смотрится уместно именно днем. Вечерний? Да, конечно. Еще одна проблема заключается в том, что здесь довольно странная подборка оттенков лично на мой вкус. То есть, мне нравится вот этот холодный бежевый. Понятное дело, коричневый, черный, даже вот этот красноватый и бронзовый неплохой. Но вот этот розовое золото, он как-то слишком розово смотрится на глазах. Это не что-то такое нежное, знаете, универсальное. Такой цвет далеко не всем подойдет. Он еще и может сделать вас супер заплаканной. И больше всего у меня разочаровали вот эти золотистые оттенки. Ванильные. Вот если вы когда-то пробовали пигмент, который я тоже не люблю, мак ванила, который явно отдает таким вот некрасивым желтым золотом. На мне это смотрится супер дешево. У заива очень часто такие цвета. Именно поэтому от многих палеток я просто избавляюсь, даже не делаю на них обзоры, потому что это не моя цветовая гамма. Если у вас такой же тип внешности, как у меня, и вы думаете, ваше ли это именно палитра цветов, то подумайте три раза, даже не два, а три. Потому что лично я пользуюсь всего несколькими оттенками. И если бы можно было вернуть время обратно, то я бы скорее всего купила их первую палетку, да, какой-то там ренессанс. Ну, к качеству теней, конечно, не придраться. Что касается их последней палетки, то для меня это какой-то полный трэш, наверное, для профессиональных визажистов, для смелых девушек, которые носят такие яркие, интенсивные макияжи. Я абсолютно точно не куплю ни эту палетку полосатую, и также меня абсолютно не привлекают ни палетки, ни хайлайтеры от Джеффри Старра. Хотя я смотрю его, он такой очень прикольный, харизматичный, у него интересный образ. И я практически каждое его видео смотрю, но почему-то не эстетика мне не нравится. Ну, я, наверное, просто предпочитаю все такое более лаконичное, строгое. Розовый цвет сам по себе, вот этот барби розовый, ну, как-то не совсем моя история. И я, возможно, когда-то попробую его консилер и помаду, а остальное, вот эта вот дискотека на моем лице, это не совсем то, что я предпочитаю и в повседневной жизни, и даже для видео, господи, ну, короче, нет. Очень-очень дорогой уход от марки Хелена Рубинштайн. Мне даже так обидно, что они мне не подошли, я думала, что, ну, такой тяжелый люкс, причем и в прямом, и в переносном смысле слова, потому что здесь такая банка, ею можно и убить. И мне хотелось, чтобы они работали. Я с таким удовольствием, с таким воодушевлением наносила на себя все это. У меня здесь ночная маска и такой уход под глаза, экспресс-средство, которое должно хорошо увлажнять, осветлять, подсвечивать и, как бы, придавать свежесть нашему лицу. Это, по-моему, все то, что обещает нам практически каждый производитель. Начнем с маски. У нее шикарная упаковка. Здесь вот крышечка еще одна. Давно ее не пользовалась. Скажу почему. Просто такой нежный аромат чистого ухода. Мне такое очень нравится и консистенция интересная, как суфле. Но проблема в том, что эта маска очень сильно забивает мне поры. Сначала я даже не могла понять, что она это делает. Но вот наношу ее и утром смотрю, что и здесь неровная текстура. Думаю, ладно, проходит несколько дней. Я там как-то борюсь с этим. Снова намазываю, снова то же самое. И потом я поняла, что, к сожалению, она мне просто не подходит. Я дам своей свекрови попользоваться. Она любит все такое питательное. Хотя утром после этой маски очень приятная кожа. Она такая мягкая, восстановленная, такая, как бы, свеженькая, отдохнувшая. Хорошо подтянутая, увлажненная. Но эффект забивания заставляет меня забыть обо всем хорошем, что делает эта маска. К сожалению, я также не вижу какого-то действия за практически 100 долларов от этого средства под глаза. Мне подарили и одно, и второе. Я очень сильно извиняюсь, но просто мне не подошло. Здесь вот такой дозатор, ну, то есть, как бы, утюжок. И здорово было бы все это хранить в холодильнике. Сам по себе крем имеет гелевую текстуру, и он, как бы, перламутровый. Все бы хорошо, но лично мне он подсушивает область под глазами. Действительно подсвечивает. Я пробовала наносить эту вещь на крем под глаза, и тогда все гораздо лучше. Но когда ты покупаешь что-то за такие деньги, то хочется получить два в одном, как минимум, да? А не так, что еще потратиться на крем, а потом все это по очереди на маш. Еще подожди, пока это все впитается, и как бы будет тебе чудо. И тут что-то у меня не складывается. Может, я что-то не понимаю? У меня есть несколько средств для бровей от марки Эвелайн из разных категорий. И классический карандаш, и двойной. Тут вообще чуть ли не 8 в 1, как они любят написать. И, внимание, я говорю только о цвете. Мне не удалось найти цвет, который подошел бы мне. То есть, я люблю что-то такое слегка оливковое, нетеплое, без рожены. Ну, может, чуть-чуть, вот, чтобы теплинки было, но тауповый мне тоже не подходит. Если у вас такой же цвет волос, как у меня, то в Эвелайн вы, к сожалению, не найдете подходящие для себя средства. И мне не совсем понятна вот такая идея. То есть, здесь двойной карандаш. С одной стороны, вот, к примеру, вроде как прикольный серо-коричневый оттенок. Для большинства девушек должен неплохо подойти. Но почему со второй что-то такое ярко-розовое? Вот прям это ярко-розовый карандаш. Если бы он был чуть менее розовым, тогда можно было бы как-то наносить на водную линию или подчеркивать, как-то там корректировать форму бровей. Вот если бы взять вот этот коричневый и с вот этого карандаша, опять же, от Эвелайн, бежевую сторону, было бы чудесно. А так, я не понимаю, кто выбирал такие цвета? Я бы такое что-то не купила. И вот там, где бежевый карандаш, который неплохо подходит для бровей, здесь проблема... Я просто тестеры пробовала, а это мне прислал бренд недавно. И я не поняла задумку. Карандаш черный. Мне кажется, даже огненные брюнетки сейчас в современном мире не красят брови черным карандашом. Есть темные такие шоколадные. Но вот когда брови именно коричневые, я имею в виду холодный коричневый цвет, то лицо смотрится не таким злым, не таким угрюмым, не таким старым. То есть, девушки, современные девушки, не пользуются черными карандашами для бровей. Это же можно быть похожей на ведьму. Алло, зачем такое делать? Ну, как бы, с одной стороны, классный карандаш, а со второй, что-то пошло не так. Непонятно. Еще мне хотелось бы, чтобы светлая сторона была чуть мягче. Классический карандаш для блондинок отдает роженой. Тоже прям рыжие брови. При том, что я люблю легкую теплинку. Это не тот случай. Нет. И еще вот это средство 3 в 1, по-моему. Здесь есть щеточка. Очень здорово. Дальше здесь пудра для бровей. И карандаш. Все было бы хорошо, но мне не очень удобно работать вот такой треугольной формой. Это раз. Причем у меня был карандаш от Estee Lauder, от Toma Ford тоже. И мне не очень удобно. И также оттенок, ну, вообще не мой. То есть, это светлый. Видите, какой он темный. И тоже отдает в теплинку. Но консистенция очень приятная. Вот если бы вы сделали чуть другие оттенки, было бы хорошо. Но пока что мимо. Самый нейтральный тоник, который чуть-чуть увлажняет, который не пахнет. И который я не куплю снова. Это Cosrx тоник с галактомисисом. Лично мне этого было недостаточно. Если даже сравнивать Sclairs, с Eisenberg. Что там у меня еще? Papa Recipe. Тот же Pyunkan Yule. Это все такая очень легкая артиллерия. А если хотите что-то мега увлажняющее, тогда сразу берите себе эссенцию от Миши. И будет вам счастье. Это все баловство. Но, во всяком случае, приятное в нанесении. Он быстро впитывается. Насколько я помню, не было никакой отдушки. Ну, может, чуть-чуть. Или это сама баночка. Этот тоник стоит около 20 долларов. Я даже сама не знаю, зачем я пытаюсь его оправдать. За ту же цену можно купить что-то гораздо более интенсивное по действию. И у того же бренда Cosrx есть средства гораздо, гораздо лучше. Остатки я выбрасываю. Еще одна ничего не делающая маска. Но зато со спецэффектами. Это бренд Pixi. Маска прикольная. Когда начинаешь ее наносить, она гелевая. И потом пенится при воздействии с кожей. Вот сейчас будет смешно. Нет. Она начинает пениться. Слава богу. Потому что это единственное, что она делает. И то, как видите, с задержкой. Ну, сейчас тут произойдет реакция. Короче, маска ни о чем. Вот тоже намазала. Что-то там сидишь с этой пеной. Маска пенится. Попадает тебе в нос. Хорошо, хорошо. Может, я наносила слишком много. Но, блин, когда ты тратишься на косметику, ну, то хочешь хотя бы, чтобы это что-то увлажнило. Как-то написано, что вот это самое классное обещание. Да? Осветляющее, придающее сияние кожи маска. А потом ты смываешь и думаешь, а где? Ну, как бы где? И потом ты начинаешь искать причину. Или с твоей кожей что-то не так. Или у тебя руки не из того места. Ну, нет, дорогие мои средства. За такие деньги, опять же, не должно нас учить им пользоваться. Все должно быть раз, два, три и свежачок. Это не тот случай. Еще одно гениальное средство, которое заставит вас ругаться матом, это карандаш для глаз от марки KIKO. И у меня закрадывается подозрение, что мне просто попался такой карандаш. В любом случае, это неприятно. Я потратила деньги и могу это выбросить в мусорку. Не с чистой совестью. Короче говоря, в чем проблема? Этот карандаш далеко не гелевый. Он вообще даже не мягкий. И когда я делала свотч, я вообще делала отдельный отзор по вашим запросам на марку KIKO. Можете посмотреть. Даже когда я делала свотч, этот чудо-карандаш сломался. И вот когда его раскрасишь, то, возможно, он не сломается. Но, опять же, он лежит, подсыхает, и потом, получив аж из гранату. То есть, ты никогда не знаешь, он сработает или нет. Вот сделала сейчас свотч, ничего себе оттеночек, да, и пигментация. И даже если я сейчас подожду, чуть-чуть он подсохнет, начну растирать, и как бы вау, он остается на месте, все классно. Но когда я крашусь этим, опять же, может быть, со мной что-то не так. Это не точно. Когда я крашу глаз, то почему-то с другими карандашами все получается, с эстрады тоже нет. Но этот карандаш наносится проплешинами, он несколько раз ломается. И нет, я бы второй раз его не купила. Хотя оттенок сам по себе обалденный. Обалденный. Это такой темный шоколад, практически черный, и для блондинок очень-очень классный. Со второй стороны даже удобная губка, когда вот раза два у меня получалось такие накраситься этой чудо-косметической находкой. Даже все хорошо растиралось. Но раз на раз не приходится. Чаще всего у меня просто-напросто нет времени проверять, а в каком же настроении сегодня этот карандаш от Кико. Так что, к сожалению, я не могу вам рекомендовать к покупке. И давайте, наверное, потихоньку будем заканчивать. И в конце, к сожалению, достанется марке Буржуа. Ну вот как так? Большинство из того, что я пробую от Буржуа, мне реально подходит. Мне нравится. Я считаю, что это один из лучших брендов категории миддл-маркета. Потому что это не совсем бюджетная косметика, но еще и не люксовая. И по скидкам можно купить вообще-то недорого, да? Я хвалю CC-крем уже не первый год. И румянами я пользуюсь. Вот сколько себя помню, столько у меня постоянно есть румяна от Буржуа. Это классика жанра. Но что это? Ребята, объясните мне, для кого вы это придумывали? Как этим пользоваться? С каким тональным кремом? Под тон наносишь, перекрываешь все, ничего не видно. Это сорбеты. Во-первых, у них довольно странные оттенки. Эта штука тинтует кожу. И вот если наносишь этот гель под тональное средство, то даже самый легкий тон его просто-напросто перекрывает. То есть я не вижу смысла. Если наносить эти гели поверх тона, то чаще всего они его разъедают как бы. И просто остается непонятное что-то на вашем лице. Я не могу это объяснить. Но и справиться с этими средствами тоже не так-то просто. Это масс-маркет. То есть для всех. Ну вот разве это для всех? Как такое может быть? Даже когда разносишь, ну блин. Это эффект какого-то апельсина. Ну я не знаю, честно. И вот я пробовала использовать эти штуки с супер легкими тональными кремами, которые вообще незаметны на коже. И тогда вот этот розовый еще как-то можно наносить поверх макияжа. Ну то есть когда уже все готово, просто чуть-чуть придать румянца. Но купила ли бы я это? Абсолютно нет. И честно, мне даже не хочется дарить это кому-то из своих подруг. Потому что это вот, знаете, немало баба клопоту. Знаете, по-украински так говорят. То есть все как бы нормально. Понятная румяна, понятный тональный крем. А вот когда ты покупаешь такие инновации, то несколько дней ты думаешь, зачем ты вообще это купил. Потом ты месяцами приспосабливаешься к использованию. Ну и в эффекте тратишь свои нервные клетки на то, чтобы научиться пользоваться косметикой, которая создается для нас. Которая не должна, как мне кажется, усложнять нашу жизнь. И меня сегодня немножко бомбит, как вы видите. Я бы посмотрела на вас, если бы вы оторвали маску со своего лица вместе со своей кожей. И мне кажется, что это чудо-маска просто оторвало мои поры вместе со всеми загрязнениями. Поэтому простите мой сегодняшний внешний вид. Бывали дни получше. Но чего не сделаешь по глупости и ради обзора. Теперь шутки в сторону. Я пошла отмывать с себя это безобразие. И не повторяйте мои ошибки. И не тратьте ваши деньги впустую. Если вам видео понравилось, то ставьте пальчик вверх. Это очень мотивирует. Когда я еще раз разозлюсь, я сниму еще один такой ролик. А я уверена, что это повторится. Потому что здесь в коробке у меня уже есть несколько счастливчиков. Все. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Продолжение следует.